Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop. Сегодня поговорим о такой игре, как Тарис Лэнд. Вот была бета. Я на этой бете играл, тестировали ПК-клиент. До этого была бета, там немножко потестировал мобильный клиент. И вот я хочу как бы высказать свои впечатления, что понравилось, что не понравилось. Если в двух словах, то игра понравилась. Это лучший клон Вова. Сколько мы пережили этих клонов Вова, сколько мы пережили убийц Вова. Никто не оказался хорошим клоном, никто не оказался убийцей Вова. Но вот на фоне всех прошлых клонов Тарис Лэнды смотрится гораздо-гораздо лучше. И это, наверное, лучший представитель мобильного MMORPG на данный момент. Когда только начали появляться первые новости о Тарис Лэнде, там многие писали, многие говорили, что это 100% убийца Вова. Конечно же, нет. Это просто красиво звучит, это громко звучит, убийца Вова. Но я думаю, при нашей жизни Вов так никто и не убьет. Я бы Тарис Лэнда писал бы как. Когда-то были слухи, новости, что планируется создание мобильного World of Warcraft. Но по каким-то причинам его отменили. Так вот, если бы мобильный World of Warcraft вышел бы, то скорее всего, что он был бы максимально похож на Тарис Лэнд. И вот с мобильным Вовом Тарис Лэнд можно было бы сравнивать. Но Тарис Лэнды с Вовом на компе сравнивать можно, но бессмысленно. Потому что игры очень-очень разного уровня. Но все же Тарис Лэнд очень хорош, как по мне. Есть за что похвалить. Ну и конечно, есть за что как бы упрекнуть. Итак, начинаем. Классы. Разнообразие классов. Воин, Берсерк, Паладин, Лучник, Чародей, Барт, Прист и потом еще Ассасин появится. Разнообразие немаленькое. Обычно на релизе подобных игр героев на выбор гораздо меньше. Чаще всего Воин, Мах, Лук и все. Так что, за разнообразие классов можно поставить плюсик. Кастомизации нашего героя. Тут уже можно ставить минус. Потому что кастомизация максимально простенькая. Причёсочка. Цвет прически. Немножко ширину плеч можно. Размер головы поменять. Цвет глаз поменять. Какую-нибудь татуху там на лицо нанести. Или шрам сделать на лице. И всё. Билд до строения этих классов. Здесь, ну так, 50 на 50. Конечно, оно и на Воловское похоже. Чем-то. Плюс, то, что у класса есть две специализации. Допустим, Воин это либо ДДшник, либо Танк. Барт это или ДД, или Хилл. Чародей там стихия огня, стихия льда. Либо так, либо так ты играешь. Наверное, Огонь это для рейдов. А Лёд это для ПВП. В целом, билд до строй кое-какое есть. И в целом, он интересен. Он не сложный и не очень примитивный. Нормальный. Графика в целом. Если смотреть на графику с мобилки. Ничего необычного. Типичная мобильная графика. Вообще не впечатляет. Даже на максимальных настройках. Но на компе смотрится всё гораздо сочнее. Гораздо приятнее глазу. Мне такая графика в целом нравится. Какого-то там вырви глаз такого нету. Всё смотрится гармонично. Плюс анимация героев. Там анимация губ, глаз. Там волосы развеиваются. Там жесты рук. Всё это смотрится хорошо. Поэтому за графику я для себя поставлю как это плюс. Хорошая графика на компе. Оптимизация. Здесь тоже можно поставить хороший плюс. Потому что игра работает офигенно. Какие-то глюки, тормоза бывают крайне-крайне редко. Зависание. Застревание в текстурах. Такое тоже бывает крайне-крайне редко. Короче оптимизация тоже хорошая. Оптимизация плюс. Интерфейс и управление. На мобилке стандартный мобильный интерфейс. Стандартное мобильное управление. Если вы к нему привыкаете, можете спокойно играть. А на компе здесь ещё гораздо лучше. Потому что есть полноценный компьютерный интерфейс. Который можно полностью менять под себя. Любое окошко. Любую менюшку. Можно расширить. Раздвинуть. Куда угодно её подвинуть. Чат куда хочешь. Там какие-то панельки. Оповещение о режимах босса. Тоже можно куда-нибудь подвинуть. Короче полная свобода действий в плане панелек интерфейса. Поэтому здесь тоже жирный плюс. Даже в вове. Чтобы таким заниматься вам нужно аддоны ставить. Там какой-нибудь панель по этот. Xperl называется. Дон кажется. Или X-панель. Что-то такое. Чтобы панельки двигать. А здесь это всё встроено в игру. Без аддона. То что касается графики. И за что можно поставить жирный минус. Это кастомизация героев. Помимо того что она при создании. Очень скудная. Плюс здесь внешность героя. Определяется костюмом. Какой костюм мы одели. Такая внешность у нас и отображается. Каждая шмотка отдельно на нас не отображается. Мне это очень нравится. Потому что все бегают почти одинаковые. Костюмы будут донатные. Костюмы будут за батл пассы. При желании они могли сделать. Чтобы каждая шмотка на героя отображалась. Перчатку одел. Перчатка отображается. Шапку одел. Шапка отображается. Но есть. Я вот для себя. Нашел две причины. Почему они так не сделали. Первая причина. Чтобы повысить оптимизацию. Чем меньше текстуры героев. Чем больше их одинаковых. Чем менее разнообразие этих текстур. Тема нагрузка на комп. Меньше. И тема игра лучше играется. Лучше фпс. Меньше глюков. Короче это сделано для оптимизации. Это первая причина. Вторая причина. Скорее всего что более очевидная. В игре не планируется никакого крутого доната. Который влияет на силу героя. Они нам обещают. Как бы. Донаты только внешки. Это внешки в костюмах. То есть в костюмах. Внешки в магазине. За донатную валюту. И внешки в боевых пропусках. В батл пассе. И вроде бы как. Другого доната не обещается. Поэтому. Когда все герои бегают одинаковые. У людей. Есть желание. Хоть как-то выделиться. И у них появится. Желание. Мотивация. Покупать эти костюмы. Если в игре будет хорошая кастомизация. Внешности. То эти костюмы никому и нафиг не нужны. И никто не будет покупать. Как тогда игра будет зарабатывать. Короче. Вторая причина. Это просто финансовая причина. Чтобы у людей была мотивация. Покупать костюмы. И покупать боевые пропуски. Что думаете вы по этому поводу. Можете написать в комментариях. Я прав или не прав. Потому что это мои догадки. Рейды данжи. 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 По сложности. Мне кажется. Можно было бы немножко сложнее сделать. В те данжи которые я ходил. Там каких-то сложностей особо не было. Там допустим. Если один раз прошли не получилось. Потому что поначалу непонятная механика. Потом ты с этой механикой. Там с одной и со второй попытки разбираешься. И когда ты знаешь механику. Что босс делает. То данжи прийти не сложно. То что касается рейдов. Рейды я потестировать особо не смог. Только ходил в один рейд. Ходил с рандомами. Были сплошные вайпы. После каждого вайпа пол рейда левала. Буквально там 1-2 попытки максимум. И уже кто-то с рейда левает. Поэтому с рандомами прийти рейд было. Наверное возможно. Если много-много попыток делать. Но я не заморачивался. Попыток 5 сделал. Не получилось. И забил. Короче мне показалось. Что рейды на 10 человек. Они довольно-таки сложные. Для рандомов. Для клана. Которые сидят в голосе. Я думаю они будут даже легкие. Но здесь тоже я не могу утверждать. Это мне так просто кажется. Потому что я сам не протестировал данный контент. Это в нормальном. В достаточном количестве. Механики здесь типичные. Отойти от удара босса. Разбитие купол. Зайти в купол. Убить адов. Обычные механики. Которые уже 100 раз мы пробовали. Видели. И тестировали. При наличии волос эти механики легко выполняются. Но все равно за рейды и за данжи я поставлю плюс. Потому что это все играется без автобоя. Здесь требуется полноценный хилл. Полноценный танк. И хорошие ддшники. Тогда рейды и данжи легко проходятся нам. И интересно проходятся. Потому что обычно в мобильных мморпгшках. Ты зашел. Толпа ддшников на босса навалилась. Босс как манекен стоит. Руки поднял. Его просто убили и разбежали. Здесь все же есть механики. Поэтому это гораздо интереснее. И как я уже говорил. Данжи, рейды. В этой игре это плюс. ПВП. В открытом мире ПВП нету. Потому что здесь нету разделения на две фракции. Есть просто разные расы. Разные профессии. Но все как бы в одном мире живут. Все друг друга любят и все. Сражаются только на аренах. На тесте было только вроде бы две арены. Это там где нужно точки захватывать. И там где нужно сопровождать какую-то тележку. Я поиграл и там и там. Мне так показалось, что хилы там вообще не решают. Я пытался бегать, лечить. Но танки там почти неубиваемые. Ддшники если на хила срываются. Этого хила убивают там. Пью. Вот так как пару ударов и хил просто отлетает. Еще меня очень удивило там, где есть три точки, которые нужно захватывать. Потом что-то там центральная точка есть. Там такие острова и там есть вода. Когда ты находишься в воде, ты не можешь использовать скиллы. Когда ты находишься в воде, ты не можешь биться. Тебя допустим бьют. Ты текаешь в воду. Вот так от руки сложил и ты стоишь в воде. Тебя убить не могут. Ну и ты конечно никого убить не можешь в воде. Это странно. Это очень странно. Надеюсь на релизе это уберут. Но все равно пвп здесь гораздо лучше, гораздо интереснее, чем в других мобильных мморпг. Поэтому за пвп здесь тоже можно поставить плюс в сравнении с другими мобильными ммоиграми. Конечно если это сравнивать с володским пвп, то там само собой конечно лучше. Но мы не можем сравнивать, потому что то мобильная игра, то компьютерная игра. По игре в этом уже 200 лет, эта игра вот еще только-только-только выходит. Поэтому пвп еще сыроватое, но все равно оно неплохое. За пвп тоже поставлю плюс. Фантастика. Сплошные плюсы, плюсы, плюсы. Только минус был наверное на кастомизации героя. И то там минус был обоснованный. А, за что я бы еще поставил минус. Игра нас ограничивает в прокачке. Каждый день типа открывается левел, который мы можем прокачивать. Данная механика она стандартная для мобильных игр и абсолютно нестандартная для пкшных игр. Здесь тоже можно понять для чего эта механика ввелась. Чтобы задроты не нагибали ни задротом. И чтобы ни задроты могли идти как бы на примерно одном уровне с задротами. Но все равно данная механика мне не нравится. Вот эти ограничения, капы, я такое не люблю. Это минус. Когда вы играете в Таррис Ленд, у вас постоянное ощущение. О, это взяли с Вова. О, это взяли с Вова. И таких вот нюансов очень много. Механики на рейдах, в инстах взяты с Вова. То, что сумка расширяется при помощи других сумочек, которые шьют портные профессии. Там инженерия, портное, ювелирка, вкуснечное дело. Каждый берет портные профессии и качает. Эти профессии там между собой связаны при помощи ресурсов. Как бы все профессии важны. На локациях бегаемая, копаемая руду для прокачки профессий. Короче, в процессе игры у вас постоянное дежавю. С одной стороны, это как-то возмущает, то, что они скопировали. А с другой стороны, это наоборот как-то даже нравится. Потому что они взяли то, что работает. То, что людям нравится. Не стали что-то новое выдумывать, а взяли уже готовое и просто добавили себе в игру. Прокачка левела, ну вот именно на бета-тесте была очень легкая. По сюжетке прошел, там за пару квестов прокачал и левел, который тебе позволяет игра прокачать. Потом еще там пробежал 2-3 квеста побочные. Все, у тебя уже левелы прокачаны. Ждешь новый день, чтобы новые квесты появились, чтобы белый левел дальше качался. Короче, прокачка на бете была точно легкая. На релизе возможно поменяется, возможно не поменяется. Кроме сюжетных и побочных квестов есть какие-то ежедневные активности для прокачки репутации. Репутацию нужно качать на разных локациях. Потому что репутация открывает нам рецепты для нашей профессии. Плюс репутация открывает автопути по локации. Можно просто... Ну, если у тебя репутации нету, то ты кликаешь куда-нибудь по карте и герой никуда не бежит. То есть ты прокачиваешь репутацию, то ты кликаешь и герой уже как бы автопуть появляется и он бежит. Короче, открывается автопуть. Плюс если мы дальше качаем репутацию на карте, открываются полеты на карте. Если мы там качаем максимальную репутацию, открываются маунты, открывается быстрый полет по карте. И вот разные карты, разные локации на каждой карте нужно эти репутации качать. Для этого есть различные активности, там ежедневные активности, задания. Какую-то пасхалку разгадать, какой-то квест сделать несложный, там кого-то пойти убить. Плюс на локациях есть сундуки, есть тайники, есть секретки всякие. Это тоже нужно все собирать, открывать и исследовать. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Мне, в принципе, это не напрягает, это даже добавляет какого-то интереса в игре. Сейчас, короче, я такой кадрик вставлю. Это я пытался перепрыгнуть через ущелье. И на том конце ущелья там был сундук. Чтобы перепрыгнуть, я бы на это потратил примерно полчаса. Я не шучу. Также я находил сундук, где нужно было в текстуре провалиться. Подходишь к стенке, на маунта садишься, потом с маунта слажешь, ты в текстуре проваливаешься. И там в текстурах сундук спрятал. Короче, вот такие вот есть небольшие активности. Моментами интересно позаморачиваться, как бы убить и время. Наверное, это все, что я хотел сказать. Возможно, что-то забыл. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Тарис Лэнда. Нравится, не нравится. Ждете, не ждете. То, что думаю я, я сказал. На этом спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. Ба-бах! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok